всем намасте с вами стаскобальт канал стаскобальт в общем вернулся я на канал немного сейчас буду потоплю за танки потом разберу на ps4 чё интересное классное там поиграл чё собираюсь поиграть очень начнем наверно станков чё по танкам можно сказать до последние за последнее время что произошло что хорошее что плохое ну как говорится ничего не поменялось как всегда требуют донат как всегда требуют деньги опять в этой игре ну так скажем на новый год было неплохо были какие-то там конечно там подарки да если это можно назвать подарками ну то что можно было выкачать какой-то там танк там скидка это все понятно как всегда на этот новый год я там себе какую-то там десятку хотел вот я ее выкачал skoda 10 уровня ну правил проводил примерно где-то часа по два в игре и не каждый день потому что желание как говорится такого сильно большого не было в нее играть в эту игру вот ну а так в основном ничего хорошего ничего не поменялось и опять же в г она не идет ни на какие уступки ни на какие короче говоря переговоры она не хочет этих игроков как всегда слышать сделали там какие-то опять ветки польские там ну итальянские вот у меня даже итальянские 8 уровня тоже неплохой танчик да там не полнил неплохая там как бы перезарядка у него пробитие все но говорится эта игру как говорится не спасает не как всегда не как бы играет а все проваливается на фоне тех игр которые сейчас выходят и там среди онлайна и среди онлайна когда говорится там игра очень мало поэтому среди его таких игр сейчас обычных сейчас буду говорить но вот допустим год товар я на ps4 вот недавно срок купил на авито на июле полторы тысячи вот довольно таки я ее них даже не запускал еще по времени просто еще и не успел там ну не садился так надо основательно за нее садиться поэтому всяду потом расскажу какие мои будут впечатления по этой игре потом значит следующая играет детройт у нее я играл да я в него прошел полностью эту игру детройт но хочу сказать что она мне не очень понравилась даже по сравнению с теми играми которыми выпускал кейдж француз знаете эти игры делает выпускал он до этого heavy rain потом он выпускал две души я в них играл и heavy rain я еще на ps3 играл не она больше там понравилось ну как бы было необычно и там управление было необычное на ней и его две души тоже мне даже более зашло хотя там все говорили что игра это не очень этот обзор и были у многих таких известных блогеров как логвинов там и и так далее но мне вот именно вот две души они даже больше понравились даже чем heavy rain и вот это вот кстати и вот это последняя детройт я не знаю почему но вот именно не она мне не очень так зашла поэтому я говорю что ну я бы сам посоветовал да она там мы по графике по какому-то там кинематографичному там уровню она конечно там на высоте там идет развязка вот интересная но я бы не советовал ее в том плане что если вы играли в те предыдущие проекты то вы можете сравнить то она мне показалось почему-то хуже но может быть она вам лучше покажется да там она сделана очень здорово очень хорошо но почему-то она мне не очень понравилась так следующая игра ну shadow of the colossus я вам показывал уже я вот и в нее уже сейчас мне осталось там пять колоссов и все я ее пройду также я выставлю ее на юлена авито на продажу игрушка неплохая но я ее в коллекцию не буду добавлять почему потому что я также прошел с гардиан и это японская игра фомию еда вот но я ее все-таки ну все-таки продам не буду в коллекцию этого бог добавлять к себе так следующая игра я которую я прошел но все эксклюзивные игры поэтому они не выходят ни на персоналку они не выйдут скорее всего ну kill zone прошел игра неплохая тоже выставил ее на продажу очень хорошая игра в принципе неплохая и рекомендую и она кстати лучше всех остальных частей kill zone которых я играл ну игра старенькая поэтому тоже выставил потом значит приобрел я еще horizon дополнение я вам говорю что horizon тут очень классная игра наверное все в нее играли на ps4 но я вот дополнение приобрел пока еще не играл я как поиграю скажу дополнение как вот такие же и может быть даже лучше чем и еще в файнал фэнтези я скажу ну так я не любитель серии файнал фэнтези ну просто думаю взял тоже на юле на авито приобрел и потом я скажу вообще как впечатление стоит ли не стоит ли фэйл фэнтези играть вот так что все всем всего доброго подписывайтесь на канал по поводу танков не знаю пока улучшения никаких нет если что-то будет то я скажу ну новый год новогодняя акция была в принципе неплохая но это мало и недостаточно для такой игры это как бы капля в море поэтому остальное то все механик они не меняют ничего не меняют одни не пробить и одни как говорится рикошеты одни идут по просто попадание попадания 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 и все все всем всего доброго